Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 21 июля 2019 года. Представляю вашему вниманию продолжение исследования по Нижнему Новгороду в вторую серию. Здесь будет наложение времени 1979 и 2019 года, 40 лет спустя, и следы катастрофы XIX века. История одного дома по Большой Печорской, номер 35. Группа энтузиастов, я уже убежала. Что там? Говорите, я вас снимаю. Снимаю, показываю, да, привет. Отлично, все это пойдет в эфир. Официальная справка по Большой Печорской. К середине XIX века Большая Печорская улица превратилась в элитный район проживания Нижегородского дворянства. Спустя два десятилетия ее стали активно заселять представители купеческого сословия. То есть это 1870-е годы. И в результате многие дома Большой Печорской стали памятниками архитектуры до революционного Нижнего. Дом цехового Лепунова, 1982 год. Фасада декорирована деталями из тесаного кирпича. Ага, тесанный кирпич у нас тут. И еще по истории Нижнего Новгорода я нашла такой сайт «История Нижнего Новгорода. Дворянское гнездо Старого Нижнего». Вот это фраза, которую я только что прочла. И здесь есть интересный момент. Визитные карточки улицы. Все читать не буду. Дам ссылку, можете почитать. Вот что здесь важно. При переустройстве Нижнего Новгорода в 1834-1839 годах здесь были определены новые красные линии улицы. И старый дом оказался внутри двора. Значит, вот в это время у нас определяются новые улицы, красные линии. А каковы они? Они идеальны. Мы потом будем об этом говорить в других фильмах. Это очень важно. Какие идеально спутниковые точности в 1834 году были сделаны красные линии. Ну, судя по этому, если верить этой информации. Дом Веселовской, урожденная Демидова, заказала проект нового каменного двухэтажного на сводчатых подвалах. Дома одному из крупнейших нижегородских архитекторов Георгу Ивановичу. Кизи Ветеру проект был высочайше утвержден 4 февраля 1839 года, а весной состоялась закладка фундамента. И вот что важно. Внимание. При этом, по воспоминаниям Веселовского, долго не могли дорыться до материка. Все вынимали рыхлую землю со множеством человеческих костей. Вот это не я придумала, это сайт. Должно быть в старину, тут был ров, наполненный трупами после какого-нибудь сражения. Каково вам? И вот насчет вот этой закладки, вот насчет вот этой закладки, это большой вопрос, потому что если там дальше был ров, и они еще что-то делали во второй половине XIX века и пытались дорыться до материка, то все это было завалено вот таким грунтом. Две катастрофы было, два завала. И информации об этом нет, потому что слово «должно быть» в старину. Тут был ров, ну, это предположение, в котором масса трупов человеческих костей, множество человеческих костей. Ну, это супер. В конце строительного сезона дом был выстроен, а на следующий год отделан. В 1902 году его капитально отремонтировали. Вот почему я считаю, что вот эта фраза в данном случае постройки дома на углу Печорской и улицы Пескунова, дом номер один, с его вот этими подвалами, что я считаю, что вот эта дата неверна. Она относится ко второй половине XIX века, потому что между 1840 и 1902 годом 60 лет. 60 лет, за 60 лет, если дом ни разу не ремонтировали, то он будет выглядеть очень плохо. Поэтому я предполагаю, что дом был построен на старых стенах не в 1839, а где-нибудь в 1870, как и, в принципе, застраивалась вся улица Печорская. Многие дома там застраивались именно в это время. И застраивались они на старых стенах и старых фундаментах так называемых. А где-то, возможно, пытались и дарыться до настоящего материка и поставить новые свои фундаменты. И вот, что они там находят. А ров – это говорит о том, что это не под один фундамент или землю. Значит, что-то копали, везде натыкались на кости, множеством человеческих костей. И можно было бы пойти дальше и взять на веру эту информацию. Но, как всегда, проверяю и по главному архитектору города 1839 года Георга Езеветтера. Фото нет, но есть русская версия Википедия. И она выдает, что он из семьи теоретика музыки и родился в Петербурге, а умер в 1857 году в Архангельске. Одна из улиц в Нижнем Новгороде была названа в его честь. А вот немецкая Вики выдала под именем Георга Езеветтера, Рафаэля, правда, не Ивановича, а Рафаэлевича, жившего в это же время из семьи теоретиков музыки, умершего в 1850 году в Бадене. Одна из улиц названа в его честь. Клоны, однако. Но оставим это для будущих исследований и пойдем дальше. Так вот ты какой северный олень! А ведь мы проходили этот дом номер один по Большой Печорской под фундаментами или рядом с которым были найдены множество человеческих костей. И была рыхлая земля, и докопаться до материка было невозможно или практически невозможно. Вот она идеально гладкая, ровная, Большая Печорская. Начало. Вот как раз мы здесь шли. И вот он, этот самый дом номер один, которым или вокруг, рядом, как они предполагают, был ров и было множество костей человеческих, которые появились в результате каких-то сражений и были закиданы землей. И что интересно, напротив этого дома, мне-то было интересно другое, это речное училище, которым снимался фильм Екатерина Воронина. И я сама там была внутри. Там есть актовый зал. Я была в клубе речников на вечер речников. Это было давно-давно, в 1977 году. Мне 17 лет было, меня туда пригласили. И там спуск был вниз, в актовый зал. Вот в фильме Екатерина Воронина как раз это видно. Я, конечно, больше внимания обратила на этот дом. Клуб речников я вспоминала. А далее, вот здесь вот, где-то у них были найдены огромное количество человеческих костей. А вот здесь проходит ров. Ну, не ров, а это не ров, а насыпь такая. Считается, что это насыпь, вот тут памятная доска есть, что она охраняла город. Я не знаю, от кого эта насыпь может оградить. Даже если она была высокой земляной насыпь, то она не остановит. Как нам говорят, десятки тысяч, сотни тысяч конных всадников. Это не преграда. Тем не менее, вот этот, так сказать, вот эта насыпь здесь историческая, якобы историческая, здесь присутствует. И вот что вот там под ней хранится, это большой вопрос. Может быть, там эти кости тоже и есть. Братская могила. Потому что место как раз вот этот дом. Пересечение Большой Печорской и улицы Пескунова. Дома по улице Пескунова посмотрим в следующих сериях. А сейчас мы вернёмся по этой улице к дому номер 35. Так, мы идём по Большой Печорской. Это, кажется, он. Мы там делали обмерную практику. Так, сейчас, девочки. Знаете, что здесь было? Минуточку. Вот это всё. Здесь был деревянный забор. И стояла деревянная калитка. Вот так вот ездили машины, автобусы. Да, вот эта вот улица. А туда заходишь, и там ты не опасёшься. Вот я вам говорила. Пошли. Вот он мой домик. Мне было 20 лет. Там мы девки. Нас было 6 человек, по-моему. Это живой дом, да? Да. Вот этот дом 1868 года. Вот он мой домик, да. Да. Посмотрите, какие. Посмотрите, какие высокие окна. А вот это какого года? А вот это какого года? Там полноценный подвал. Мы его весь обмеряли. Представляете, какой он огромный. Это 1868, а это какого интересного? Вот его сохранили, извините, наличники сохранили тоже. Вот этот наш подвальчик. Подвальчик, вы видите, туда идут вот эти вот окна. Специально. Да, специально. Потому что они были дальше. Ну, вот скошено так. 871 года? Лучший образец в деревянной доске. Второй половине 19 века. Раньше вся рама делали вот так же. То есть одно сникло, и далеко не было. Посмотрите, какие окна огромные, а вообще. А отопления при этом не было. При вот этих рамах не было отопления. Когда вот эти рамы далеко стояли. Значит, у них еще в 19 веке, когда его сделали, вот даже деревянный верх, вот уже после вот этого вот, когда настроили. Потому что там толстенные стены. Вот. И там он очень тоже глубокий, полноценный этаж. Вот смотрите, я там у них внутри вот этой комнаты обнаружила, там в углу 2 на 2 метра. Вот. Но мы сейчас туда вернемся. Подождите, со двора. Потому что я вам сейчас... Сейчас вам все... Здесь можно, Агалина? Нет. Важно здесь. Идите сюда. Подождите. Идите сюда. Мы сейчас... Давайте попадем так, как было. Ага. Помни молоток. Да. Колоритно, как у мужчины. Вот. Значит так, у нас тоже здесь часть фасада. Посмотрите, как делали часть этих фасадов. Но там драмка. Поэтому их, конечно, могут ломать. Потому что их делали, и не пойми с чего. Ну, получается, вверх там деревянная. А вниз опять у нас красный кирпич. Вот смотрите, здесь была... Вот здесь была... Это самое... Калиточка деревянная. Вот туда входишь, и там открывается поляночка. И там пошли уси и утки. Вот так идешь, здесь был туалет у них на улице. Вот так со двора мы заходили. Здесь была просто зеленая трава. Представляете, здесь так было уютно. Вообще просто кайф. Летом, особенно в жару. Посмотрите, какой тоже домик тут. Какая красота. Вот это да. Да, вот мы в этот домик заходили. И там изнутри мы все... Вот это вход был, да? Да. А потом мы там внутрь в подвал заходили, измеряли его. А здесь вот вход. А там у нас в доме жила или нет? Нет, там было две квартиры. Слушайте, а с той стороны одна и та же. А вон с той крыши я там лазила и ковыряла этот чердак. Чтобы это понять, где эти два метра. Вот они в той квартире находились. Я кого-то там искала. Думаю, ну как... И они, главное, не знают. У них два на два метра этого чем-то перекрыто в квартире. Они не понимают, что это такое. Да ничего я не нашла. Если же мне надо было, ну как, дом ломать, да. Эту верхушку я уж не стала им портить все. Я просто узнала, чем там они перекрывают, утепляют потолок. Песком. Песком. Где-то в комнатах осталось, да. И вот он колоснющий, видите, просто дерево черное. У них только пятачок остался. Остался только пятачок. Был весь этот двор, дворик весь этот был. Он вот так вот до туда был закрыт, вот этой штуки не было. И здесь вот все это было в зелени, у них были сарай, здесь пасла свинья. И здесь вот этих зданий не было. И, соответственно, там дальше виднелись такие же старые домишечки, вон такие вот. И это был такой райский уголок, и вот эта дверь закрывается, и ни машин, ничего не слышно. Информацию по этому дому поищем в официальных источниках. Сайт Нижнего Новгорода. Большая Печорская, 35 дом Павла Климова. Занимается им архитектор Роберт Яковлевич Келевейн. С 1859 года он стал нижегородским губернским архитектором. И в 1860-1861 проектирует и строит в Нижнем Новгороде здание второго детского приюта. Не знаю, как насчет 1859 года, но то, что рубежная дата 1860-й и строит сразу новый губернский архитектор, начиная со второго детского приюта, это что такое должно было в небольшом Нижнем Новгороде произойти, чтобы понадобился второй детский приют. Это значит проблема такая. Детей и сирот много. Когда начинают такое строительство, причем это строительство за государственный счет, здесь не наживешься особо, соответственно, очень большая проблема. Много сирот. В 1870-м он проектирует дом Климова, обильно украшает его глухой резьбой с участием Льва Даля. Это сын того самого Даля, который словарь Живаго русского языка. Павел Климов, для которого Роберт Яковлевич Келевейн построил дом на Большой Покровской, был сыном нижегородского купца Климова. Изначальный капитал семьи был получен благодаря строительным подрядам еще до отмены крепостного права. С приездом в Нижний Новгород академик архитектуры Даля, сотоварищем и исполнителем его проектов, стал инженер Келевейн. Как интересно, Даля получается выше головы главного архитектора губернского. Но, тем не менее, что есть, то есть. В свою очередь, Келевейн, постоянно привлекавший к работам подрядчиков Климовых, страстное увлечение Даля народными истоками русского национального искусства, прежде всего деревянным зодчеством, с его традиционной для нижегородского положения, глухой резьбой, благотворно сказалось на творчестве Келевейна, отразилось в созданном им убранстве дома Климова. Тот заказал планы фасады своего дома Келевейну летом 1870-го, а 5 октября того же года их утвердило строительное отделение городской управы. На следующий год деревянный и на каменном этаже дом был возведен под надзором автора проекта. Дом возведен не на каменном, а на кирпичном этаже, на красно-кирпичном этаже. В первом этаже располагались служебные помещения. Ну вот стоп-стоп-стоп-стоп, вот секундочку обращаю внимание, как это все забалтывается, как все это ловко сказано. Но сам факт, что вот только он приезжает в Келевейн, получается, вот здесь он уже в 70-е годы, в 59-м году он приезжает, в 70-е он уже, он главный архитектор города, но появляется какой-то там Даль, который ему указывает. То есть он уже исполняет проекты вот этого Даля как надсмотрщик. Кто такой был Келевейн? Какая его была роль? Почему появляется Даль и становится головнее, скажем, все его проекты выполняют? Либо Келевейн – это просто ширма. На самом деле он никакой не архитектор. Не получается, он приглашает на подряд какого-то Климова, просто подрядчик Климов, и Климов ему, главному архитектору, заказывает строительство собственного дома. Ну, читаем дальше. Пропускаем вот эту вот всю лирику. Фасады, резолит – это все очень хорошо. Выполнены резные вставки, убранство дома не было, стилизация под старые образцы стала творческой, авторской переработкой русских народных традиций. В этом особая значимость. Его для истории – жилую архитектуру Нижнего Новгорода и отечественного зообщества. Это очень хорошо. Значит, впервые здесь была использована глухая рельефная резьба. В 1860-е, 1870-е годы – это становится обычным явлением. В доме Климова, построенном в 1870-м, в самом проекте, выполненном дипломированным архитектором Келевейном, были предусмотрены украшающие фасад вставки с народной резьбой. В местном архиве обнаружены чертежи дома. Обращаю внимание на это слово, потому что оно понадобится. Чертежи дома. Но, по всей видимости, обнаружены чертежи обмерные, типа вот того, чем мы занимались. Мы могли обмерить дом снаружи, и мы могли обмерить дом изнутри. А вот фундаменты дома мы не могли обмерить. Мы ничего про них не знали. В настоящее время дом остается жилым, с покомнатным заселением. В подвале главной части дома размещаются складские помещения и санузлы, в которые можно попасть из коридора по лестничному маршу с забежными ступенями, расположенному под винтовой деревянной лестницей. Соответственно, санузлы сделали уже, видимо, сейчас, потому что на тот момент санузлов даже в 1980 году удобства были на улице. И попасть в подвал, как мы видели, можно только снаружи, с улицы. То есть из дома в подвал не попасть. Отдельная лестница. Может быть, потом уже и сделали, пробили туда лестницу из дома, но изначально подвальная лестница отдельная. Лучший образец деревянной застройки города второй половины XIX века. И далее почитаем. Одноэтажный деревянный на каменном цоколе с подвальным этажом дом, шестиостный по главному уличному фасаду, расположен по красной линии застройки улицы Большой Печорской. А красная линия, вспоминаем, у нас была по официальной версии в 1839-1840 годы. То есть они были построены до той рубежной даты, 1860-й, до завала глины. Проложены были все эти улицы. Красная линия. Ну и само за себя говорит центральная лестница, что называется, аппаратная. Вот она так выглядит. Это вход в дом, которым там сделали коридор. Это что, была лестница для этого дома с такой великолепной резьбой и с такой убогой лестницей? Нет, конечно, эта лестница уже пристроена в деревянному дому, который на второй этаж, потому что изначально она была не предусмотрена. Она там засыпана. И вход в подвал, он тоже где-то там. Возможно, что вот это подвальное помещение – это всего лишь комнаты какого-то большого кирпичного дома. Остальные части, которые находятся, вот под землей, под тем самым местом, где как раз мы и рассматриваем этот двор. Еще хочу обратить внимание на один момент. Если вы помните, в предыдущих фильмах после 1860-го, в 1870-е и далее идет активное пропагандирование псевдо-русского стиля. Помните дом Пороховщикова в Москве на Арбате, Староконюшенный переулок? Вопрос, а почему приставка псевдо? Почему назначили псевдо-стиль? Или его еще называют нео-русский стиль. Нео, как новый русский стиль, я понимаю. Безусловно, это красивая архитектура, но почему она так пропагандировалась во второй половине XIX века? Русофильство такое, со всеми этими Келевейнами, Дельвигами, Монферранами, Бетанкурами, Кизиветтерами, Георговичами, Рафаэлевичами, с одинаковой похожей биографией, только раскиданной на разные страны. Русофилы-русофилы. Не потому ли, что нам писали нашу псевдо-русскую историю в нео-русском стиле те же западники, так как романовые – это Р1Б, РБИНы, ПДНК и совершенно не русские люди, люди Римской империи. Сегодня это неопровержимо доказано и озвучено. Плюс библейские люди во второй половине XIX века это заселяют и берут власть в свои руки. Берут все ресурсы под себя. Банки, финансы, культуру, архитектуру, археологию. Мы пошли дальше, куда глаза глядят. Вглубь двора за домом по Большой Печорской, 35. Здесь рядом с шикарными особняками дома, которые нам показали сначала нежилыми, заброшенными. Потом оказалось, что, по всей видимости, там кто-то живет. И таких интересных домов, которые несут свою историю, которые хранят свои тайны. Их очень много оказалось. Мы много таких дворов и таких домов встретили. В той же самой Большой Печорской. Смотрите, подремонтированы. Может быть, кто-то и живет, да, живут. А там закрыто. Посмотрите, с любовью с какой, да, это живут. Ухоженно, ухоженно. Ухоженно, печечка вон сделана. Был вход тоже здесь, вот. Ну, они могли использовать что-то, могли, каменное. Если вот такое, крепкое, могли, конечно, использовать. Вот, сохранился тоже домик. Пока мы исследуем глубь дворов, я еще скажу немного о доме номер 35. Официальные источники. В цокольном этаже по главному фасаду имеются небольшие окна с приямками. Их венчающая часть имеет лучковое очертание. Они обрамлены профилированными, оштукатуренными рамами. Историческая отделка помещений в объеме дома сохранилась лишь фрагментарно, в виде отдельных элементов лепнины на потолках. Вот даже лепнина там, оказывается, сохранилась. И далее. В настоящее время памятник является собой единственный и неповторимый образец жилого деревянного на каменном полуэтаже городского дома эпохи эклектики второй половины XIX века, использующего глухую резьбу декора на уличном фасаде дома, характерную для народного зодчества Нижегородского Поволжья. Юрий Николаевич Бобнов в книге «Архитектура Нижнего Новгорода» середины XIX – начала XX века отмечал, что удачная связь формы резных плит с формой крыши и окон и мастерски выполненная резьба позволяют отнести этот дом к лучшим образцам городских деревянных домов периода эклектики. Итак, ни слова о фундаменте. Что за фундамент и как он построен – неизвестно. Раскопок не велось, и никто не знает, что там. Поэтому за подробным описанием фасада скрыто главное – описание фундамента, то есть отсутствие описания. Чертежи есть изнутри, снаружи, а про фундаменты – тишина. Не думаю, что сам Юрий Николаевич не поинтересовался этим вопросом. Предполагаю, что за ответ бы он получил. Наверное, исчезли периоды революции, чертежи, фундаменты. А поскольку Юрий Николаевич Бубнов был наш декан и преподаватель архитектурного проектирования, то все, что они сами знали – наши препы. И как понимали, то и донесли до нас. И нестыковок по истории, и других вопросов никто не задавал. Итак, эклектика, сплошная эклектика. Своего декана Юрия Николаевича Бубнова я всю жизнь вспоминаю с огромной благодарностью. Это было связано с моей историей с апраматом и волшебными формулами аутотренинга, которую я обещала своим зрителям рассказать. Дойдет дело и до нее. А Юрия Николаевича Бубнова я еще буду упоминать в связи с другой главной улицей Нижнего Новгорода. Но это будет в других сериях. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Впереди много интересных историй по Нижнему Новгороду. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!